Привет-привет, дорогие друзья! С вами Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 11 апреля 2024 года и приглашаю вас вместе со мной прогуляться по спальному району столицы. Это Дарницкий район. Посмотрим, что же у нас тут есть интересного. Также планирую зайти в магазин, приобрести продукты примерно на 20 долларов. Обязательно вам все покажу, расскажу. Вкратце расскажу о зарплатах, какие у нас сейчас в Киеве и в Украине. В общем, будет интересно. Заранее ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал. И всем, друзья, приятного просмотра. Нашел такую интересную инсталляцию вот в обычном дворике. Получается, сделали такой небольшой лабиринт в виде бутылок, вот красивых таких разукрашенных. И вот он, куда нас ведет. Интересно сделали. Наверное, тут живут какие-то творческие люди. На игрушку одели солнцезащитные очки. В общем, интересненько. С другой стороны тоже прикольные такие инсталляции. Смотрите, вот большая лошадка и маленькая. Интересно сделано. Гномики такие. Ого, даже чайничек классно. С позолотой. Прикольный чайник. Я часто снимаю барахолки. И на барахолках такой посуды прям очень много. Смотрите, сова сидит на дереве. Ну вот, очень интересно, что она не в клетке, а свободная птица. Тоже прикольно сделано. Мини-огородик. Цветочки уже расцвели. Нарциссы, тюльпаны. И сейчас как раз в тему, я думаю, поговорить с вами о погоде. Сегодня в Киеве было плюс 18 градусов. Погодка довольно теплая, но такой жары вчерашней, напоминаю, вчера было плюс 27 градусов. Сегодня уже относительно комфортно. Потому что вчера было реально жарко. Я ходил, ну, надел футболку, шорты. И реально, ну, очень жарко было. Настоящее лето. А вот сегодня уже ближе такая весенняя погодка была. Целый день дует такой прохладный ветерочек. Но прохлада, знаете, такая комфортная. И со следующей недели в Киеве обещают дожди. И похолодание довольно серьезное. До плюс 12 градусов. Вот вчера у нас было 27. А со следующей недели до плюс 12. И дожди. Поэтому, кто еще... Точнее, кто уже спрятал курточки, то доставайте. Потому что скоро ожидается похолодание. У меня сегодня произошло негативное событие в жизни. Ушел из жизни мой домашний питомец, попугайчик Кенни. Ему было 12 лет. Это волнистый попугай. Он очень долго болел. У него была опухоль. Ему делали операцию год назад. Но, к сожалению, годы взяли свое. Как-нибудь потом я обязательно покажу вам его фотографии. Даже видео у меня есть на телефоне. Сейчас как-то, знаете, в таком себе настроении. Но все же нужно жить и двигаться дальше. Я тоже относительно недавно потерял самых близких людей в моей жизни. Это мои родители. И в любом случае нужно жить и нужно двигаться дальше. Жизнь на этом не заканчивается. Ездил сегодня на кладбище домашних животных у нас в городе Киеве. Пусть земля ему будет пухом. Несколько дней назад я возил его к орнитологу. Это птичий врач. Выписали ему новые препараты, новые лекарства. Но, к сожалению, уже не помогли эти препараты. Я ему раньше еще давал антибиотики на протяжении нескольких месяцев. Мы там меняли антибиотики. И, к сожалению, бактериальная инфекция никуда у него не ушла. Примерно неделю назад он начал тяжело дышать. У него развилась пневмония. И вот, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Что меня удивило, это то, что птицы реально болеют. Ну, вообще все животные болеют нашими человеческими болезнями. Вот видите, и пневмония, и опухоль у него была. Ну, что ж, ничего не поделаешь. Сейчас буду заходить в магазин и делать закупку. Заходим в АТБ. И давайте сначала посмотрим на акции. Вот, видим креветки 900 грамм, 179 гривен. Мясо мидии 62 гривны, 350 грамм. Сыры, картошка из Египта, грейпфрут, соки, джапа, 0,95 грамм. Куриное мясо, колбаса вареная, сосиски 330 грамм, 24,90 грамм. Шоколад мелко, большой, 98 гривен и 106 грамм. Чипсы по очень хорошей цене. Ну и все, заходим в магазин. Взял тележку. И давайте сразу посмотрим цены на воду. Полутора литровая, слабогазованная, 17 гривен. Напоминаю, 1 доллар у нас сегодня 39 гривен, 1 евро 42 гривны. И как вот узнать цену в долларах и в евро. Нужно вот эту цифру в гривнах разделить на 39, если в долларах, или на 42, если в евро. Вот шоколадки, мелко. Полностью в наличии. Очень хорошо. Сок по акции. Тоже в наличии по одному доллару. На 30% меньше калорий. 33 калории на 100 миллилитров. Действительно. Действительно хороший сок. Не особо калорийный. Так, приехал в отдел овощей, фруктов. Вот видим апельсин. По 37 гривен. Менее 1 доллара. Лимон 44. Банан 67. Капуста 11. Грифрут. По 1 доллару. Авокадо. Хаас. 21 гривна. В целом. В целом неплохой авокадо. Мандарины. По 49 гривен. Ну, уже их сезон заканчивается. Немножко. Немножко такой семей уже. Груша 39 за килограмм. Тоже по 1 доллару яблоки. В среднем по 20. Взял немножко апельсинов. Один лимон. Давайте посмотрим дальше. Киви 12 гривен за 100 грамм. Перец 19 гривен за 100 грамм. Что такое перец? Еще по 20. Кабачок 85 за килограмм. Картошка 20. 21. 31. Морковь 8 гривен за килограмм. Свекла 17. Чеснок. Капусточка. Пекинская. Редес 79 за килограмм. Капачок 85. Кофе, чаи по вот таким ценам. Интересно. Якобс без кофеина. 120 гривен. Чаи. Кстати, только 13 апреля. Вот 26% скидка. Вообще на многие товары на самом деле. Типа акция у них. Акционные предложения. Только один день. Зубные щетки. Сейчас, кстати, хорошая цена на 2 щетки Colgate. Вот возьму 62 гривны за 2 экземпляра. Ополаскиватель для рта 65 гривен. Зубная паста по вот таким ценам. Чипсы. Лейс 52 гривны. Сейчас тоже по акции. Ого, смотрите. Ага, со вкусом лобстера 43 гривны. Возьму. Йогурт. 41 гривна. Вот такой интересный йогурт. 800 грамм. Вот его состав. По срокам хороший. Тоже возьму. В конце обзора покажу, что же я купил и сколько это все стоит. Горох. 33 гривны. За 180 грамм. Возьму. 2 пачки. Локшина. Быстрого приготовления. 14,80. Есть еще вот такая. Своя линия. Немножко подешевле. Всего лишь 11 гривен. Рис. Килограмм 46. Гречка. 22,20. Вот что интересно. Три двойки. Группа пшеничная. Всего лишь 10 гривен. Манка 18. Вот. Другие группы. Булвор. 45 килограмм. Хорошая цена, кстати. Вермишель. Быстрого. Точнее, с твердых сортов пшеницы. Что-то на итальянском написано. Наверное, итальянского производства. Но импортер. АТБ. 43 гривны. Обычная. Вермишель. Обычная макарона. 25. За килограмм. Пепси. Без сахара. 45 гривен. 40 копеек. Возьму тоже. Энергетики. Такие. Хелл. Я знаю, они есть. Во многих странах. 39. 39 и 29. По акции. Детское питание. Кому интересно. Попкорн. Попкорн. Который готовится к микроволновке. И 13 числа на него будет 20% скидка. Протеиновый батончик. Знаете, он на самом деле не особо протеиновый. Тут вот видите, сколько в составе сахара. Больше названия. Маркетинг. Так. Обязательно возьму тортилью. 44. 90. Очень вкусно. Это такая мексиканская. Мексиканский лаваш. Хлеб. У нас 25 гривен. 23. Вот хлеб украинский. 18. 90. Напоминаю. 1 доллар у нас сегодня. 39 гривен. 1 евро 42 гривны. И вот эту цифру. Потрясающую. Нужно разделить на 39. Если хотите узнать цену доллара. Фили на 42. Если в евро. И хочу сказать вам несколько слов относительно зарплат в Украине и в Киеве. Средняя зарплата в Украине по данным сайта WorkUA составляет 20 тысяч гривен. Средняя зарплата по Киеву 22 500 гривен. Это по данным сайта WorkUA. Мороженое. Самое бюджетное. Всего лишь 8 гривен. Не могу сказать про него ничего плохого. Обычное мороженое. Иногда его покупаю. Мука 27-29 гривен. Вот у меня периодически в комментариях спрашивают. Скажи, сколько у вас стоит мука. Вот показываю. Сахар 26 гривен. Соль 14 за килограмм. Звучоночка. Если смотрят любители звучоночки, то ставьте лайк. Дороже 18.40 за 22 грамма. За 2 штучки 18 гривен. Я так думаю. А нет, давайте посмотрим все же. Ну да, 2 штучки 18 гривен. Курица. Куриное филе 160. За килограмм. Ножки. По 80 сейчас по акциям. Так, обязательно возьму 2 таких салата. Один салат 42,90. Вот уже сколько у меня продуктов. Яйца. 40,90. И 36. 39. Есть такие. Есть 49. Самая оливная. Самая дорогая. Капусточка. Вот большая 74. Маленькая 43. Грибочки. По 100 гривен за килограмм. Икра. Точнее крабовые палочки. Шпроты. 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 74. Килька 41. Грибна. 30. Вот даже килька есть. Сардины. Сардины. Масло. Пиво. 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 2 литра пива. 61 гривна. Литр. 46. Вино. Таем на вечере. Это скорее всего уже на Пасху. Приготовились виноделы. Распечатали новые этикетки. Так. Водка. Горелка. Точнее. 49. 99. Возьму своим кошкам. 3 килограмма. И поехали дальше. Конфетки. Рошеновские. Коривка. 12. 12. 98. Грубо говоря. 13 гривен за 100 грамм. Ромашки. Конфетки. Давайте сделаем так. Увеличим зум. Я думаю. Так проще посмотреть. Ассортимент. И цены. Джек. 16. 99. За 100 грамм. Писали бы уже 17. В этот маркетинг такой. Немножко. Немножко напрягает. ММДМС. 25. 20. Вот. Маленький. 45 грамм. А большой. 41 гривна. 90 грамм. Вот. Кто любит ММДМС. То ставьте лайк. Рафаэлла. Конфетки. Киндеры. Порошок для чистки. Порошок для чистки. 37. Кстати. Хорошо чистит. Настоятельно его рекомендую. И стоит относительно недорого. Ферри. Для мытья посуды. Большой. 126. Маленький. 64. Для мытья окон. 33. Капсула для стирки. Порошок. 1,8 килограмма. 188 гривен. Такой маленький порошок. 46 гривен. И если будете покупать вторую единицу, то скидка на второй акцентляр 50%. То есть, один вы купите за 46, а второй за 23. Интересная акция. Первый я такое в этой байбе вижу. За сколько лет жизни. Так, ладно. Вроде все. Все купил. Давайте еще возьму куриное филе. Потому что оно заканчивается. Стою в очереди на кассу. И давайте быстренько посмотрим цены на батарейки. Дюра Са. Две штучки. 95 гривен. Есть подешевле. Также вот самые дешевые. Это своя линия. 26. Да, доработает. Вышел из магазина. И давайте посмотрим, что же я купил. Чипсы. 43. Две зубные щетки. 62. Пакет большой. 5 гривен. Творог. Два творога. 66. Пепси без сахара. 45. Йогурт. 41. Два салата. 85. Филе куриное. 109. Наполнитель для котов. 86. Лимон. 1 лимончик. 5 гривен. Килограмм апельсин. Точнее, меньше килограмма получилось. 30 гривен. Килограмм 37. Пакет для апельсин 1 гривна. В общем, все 637 гривен. 32 копеечки. В общем, вся моя закупка обошлась примерно в 17 долларов. Пишите в комментариях, что можно купить на 17 долларов в вашей стране. Будет интересно почитать. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Желаю всем хорошего настроения, мира и добра. До новых встреч.